Здравствуйте, Катя. Действительно, прошедшая неделя ознаменовалась чередой мероприятий по борьбе против рака, это и акция «Розовая ленточка» в твоем городе, это и конференция врачей, областная конференция. Давайте несколько слов скажем об этой конференции, кто принимал в нем участие и какие вопросы поднимались. Катя, ну я думаю, что имеет смысл начать с акции «Розовая ленточка» в твоем городе. Я вот сама по себе, по натуре, я не очень люблю все эти акции, и когда в редакцию две недели назад позвонили и сказали, что вот в вашем городе будет проводиться акция «Розовая ленточка» в твоем городе, я так немножко скептически отнеслась. Вот, то есть я сторонник более такого системного подхода к лечению, когда там в каждой больнице есть доктор, там, мамолог, то есть женщина может прийти и обследоваться и так далее. Они так вот наскоками, там, да, приехали доктора, посмотрели доктора, уехали, люди разбежались и так далее. То есть ваше мнение достаточно скептическое. Вот, но когда действительно я в понедельник пришла в поликлинику, вторую на Северодвинской, в Архангельске, и я увидела, что женщины действительно идут, причем это не только возраст уже такой вот после 50, когда необходимо женщинам обследоваться, но и молодые мамы с детишками прибегают, то есть прибежали, забежали в кабинет, поняли, что все хорошо, довольны, убежали. То есть я поняла, что это и есть вот та самая система, к которой нужно стремиться, и во всяком случае это попытка, да, эту систему наладить, потому что вот эти вот экспресс-осмотры так и должно быть, потому что сейчас далеко не в каждой поликлинике есть врач-мамолог, то есть я сама столкнулась с этим несколько лет назад, да, когда столкнулась, вот, то есть это либо онкодиспансер, либо симашка, то есть женщины, сталкивающиеся с этим заболеванием, они прекрасно знают, что это что-то, сущный специалист в нашем городе, запись к ним порой на месяц вперед, то есть не на годы, но на месяц, для женщин это долго, вот, и когда действительно есть возможность вот так вот, чтобы тебя специалист посмотрела, я признаюсь, что я воспользовалась своим, да, положением, что я была в тот день, я тоже проверилась, да, тем более, что это высококлассные специалисты, вот, и я считаю, что это очень здорово, и повторюсь, это действительно, вот, та самая вот попытка прийти к тому самому системному подходу, который нужен, чтобы выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. То есть акцию «Розовая ленточка» вы оценили высоко? Вот, могу сказать, что да. А это не конференция, как по-вашему она прошла? А конференция, она началась в тот же день, что и началась акция «Розовая ленточка» в твоем городе, то есть женщины обследовались в ходе акции, в это же время врачи, приезжали лекторы из Санкт-Петербургского неонкологии имени Петрова Минздрава России, и то есть пока доктора наших женщин обследовали, лекторы, вот, наука этого университета, прошу прощения, института, читала для наших докторов в онкологическом диспансере лекции. Вот, и как раз вот уже по итогам недели, недели против рака в Архангельской области, в пятницу, да, в пятницу прошла вот эта большая конференция в онкологическом диспансере, завершающая, то есть это был круглый стол, и как раз вот там обсуждали итоги вот данных мероприятий. Ну, итоги этой недели, да, вы подводите в цифрах, с вашего позволения приведу цитаты за вашей статьи. У 27 женщин выявили подозрения на злокачественную опухоль, в этом году цифры примерно те же, 27 подозрений на 1771 обследованную. Как заметил директор неонкологии имени Петрова Алексей Беляев, это капля в море в этом смысле, в том смысле, что нужны масштабные исследования, которые позволят выявить рак на ранних стадиях и в конечном итоге снизить смертность от онкологических заболеваний. А что это за мер, вот о чем идет речь в этих глобальных решениях столь сложной проблемы? Да, директор НИИ в онкологии имени Петрова, Минздрава России Алексей Михайлович Беляев говорит о том, что нужно проводить большие скрининговые исследования, когда охватывается до 80% населения, то есть это вот не, это даже не диспансеризация, которая сейчас проводится, это даже не вот эти разовые акции, хотя подчеркну, мне очень понравилась эта идея, и это действительно здорово и классно. Это большие исследования, когда, повторюсь, до 80%, когда ведется база данных, когда охват, чтобы можно было говорить, насколько это тенденция. Охват до 80%, ну хорошо, допустим, эти скрининги будут внедрены в том числе и в нашем регионе, а многое ли будет зависеть от нас, от людей, от населения, от нашего желания следить за своим здоровьем? Так вот как раз на конференции речь и шла о том, что зависит-то все от нас, потому что вот кто в конференции принимал участие? То есть принимала участие главный врач онкологического диспансера Андрей Корсильников, принимала участие Лариса Меньшикова, принимала участие вот та же Любовь Николая Нагарбатова и Алексей Михайлович, они все криком кричали о том, что именно от нас все и зависит, потому что женщины приходят, когда уже все, когда уже приперло, а то и не сами приходят, а родственники приводят, привозят и так далее. То есть когда есть какие-то подозрения на болезнь? Когда уже все плохо, потому что подозрения, вот как вот даже и специалисты говорят, и в статье, о чем идет речь, что подозрения, это еще может быть и ранее стадии, и надо идти, вот, а женщины, к сожалению, приходят на поздних стадиях, это три четверти, это статистика, и вот поэтому речь идет о том, что чтобы вот были вот эти скрининги, люди сами должны осознавать необходимость этих обследований. И, кстати говоря, розовая ленточка в твоем городе, она уже не первый год, эта акция проходит уже третий год в Архангельске, она показывает, что женщины идут, не сказать, что валом, но они идут, потому что данный показатель, вот 2000 человек был обследован в прошлом году, 2032, и было 27 подозрений на злокачественную опухоль, а в этом году вот 1771 женщины, 27 подозрений, это среднестатистические показатели по России, и причем и выявляемость, а тоже она среднестатистическая, то есть ничего страшного, вот как вот говорят, да, мы живем в неблагоприятных условиях, так весь Северо-Запад, он такой неблагоприятный, почему сейчас Беляева говорит о том, что нужно вводить большие скрининговые исследования, которые уже начались в Московском и Выборгском районах столицы, и которым мы хотим подключиться, вот в чем выразила надежду наш министр за охранением. То есть движение уже началось в центральных городах? Оно началось в Питере, да. А Архангельская область собирается ли подключить? Архангельская область, чтобы было понятно, она выразила глубочайшую, на мой взгляд, надежду на этой конференции, что действительно мы подключимся. Но вот как говорит Беляев, это действительно сложное мероприятие, потому что люди сами должны хотеть не просто обследоваться, прийти и кровь сдать, когда пальчик укололи. То есть если речь идет о раке прямой кишки, прошу прощения, то такое уноскопие, кто сталкивался, это далеко не приятное мероприятие. И даже люди, которым показана эта процедура, они не идут ее делать, потому что это неприятно. То есть если речь идет о раке легких, то это тоже глубокие обследования. То есть то же самое, там это рак шейки матки и так далее. То есть люди должны быть готовы это делать. Мы иногда, господи, не можем элементарно прийти, чтобы врач просто провел обследование груди. При этом в Архангельской области много наработок в этом направлении. Я приведу опять же цитату из вашей статьи. Открывшийся в 2013 году в Архангельской в первой поликлинике. Центр по ранней диагностике онкологических заболеваний у женщин «Белая роза» в этом году принял уже пациенток из районов области. Новый проект называется «Мобильная белая роза». Давайте расскажем нашим телезрителям, что это за проект и как можно стать его участником. Как раз на конференции прозвучали данные о том, что не всегда женщина может выбраться в наш центр, который базируется в первой поликлинике сейчас. То есть это реально далеко. И речь шла о том, что в этом году женщины просто собирали организованными группами. Я просто была, честно говоря, в хорошем шоке от этого. Я просто не знала про это. И вывозили даже из Лешуконии, самолетами вывозили. То есть когда женщин собирают и привозят. И там тоже были свои результаты. Я, к сожалению, уже не помню цифры, что были подозрения тоже на злокачественные опухоли. Когда данные об этих пациентках передавали с областной клинический онкологический спонсер. И главный врач Андрей Валентинович пообещал вести наблюдение за этими женщинами, не потерять их в этой глубинке. Поэтому, конечно, я считаю, что это тоже наша наработка. И вот это стало возможно благодаря нашему центру «Белая роза». И опять-таки, повторюсь, нужный центр нашему городу. Мы с вами, Марина, подошли к главному. Тому, от чему посвящена ваша статья, в СГМУ откроется кафедра клинической онкологии. Удалось ли вам узнать, когда это произойдет? Есть ли какие-то видимые уже горизонты этого события? На самом деле, все, что удалось узнать на круглом столе, посвященном итогам недели против рака в Архангельской области, это то, что эта кафедра откроется в СГМУ. Откроется она на базе областного клинического диспансера. И вот это, пожалуй, все, о чем Львов Николаевна сказала на этой конференции. Ну, а вот те вопросы, что вы задали, что он отдаст, детали, я надеюсь, что я узнаю очень скоро. А мы надеемся, что мы узнаем тоже об этом из ваших статей. Мы хотим взять у нее интервью по этому поводу, надеюсь, что она нам все это расскажет. Будем с нетерпением ждать материалов. Марина, большое спасибо, что были сегодня с нами. Ждем вас вновь в этой студии. С вами была газета на ТВ. Не забудьте купить свежий выпуск «Правды Севера». Узнайте много интересного. Мы увидимся с вами ровно через неделю. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!